здравствуйте в эфире программа о чем говорят сегодня мы продолжим обсуждать тему реконструкции старой части города если точнее проект пять кварталов и мой собеседник это исполнитель директор самарского областного фонда жилья и ипотеки реналь шавкевич мизитов здравствуйте спасибо большое что пришли не первый раз встречаемся продолжаем тем потому что на очень нравится интересно но вот сегодня некий акцент хотелось бы сделать не столько на том как будет преобразовываться город хотя об этом тоже вскользь поговорим но на том каких усилий все это требует вот насколько мне известно одна из самых болевых точек это проблема расселения да действительно все время приходится да действительно это так этап расселения он один из самых ответственных потому что он касается непосредственно каждого человека каждую семью и мы к этому этапу сознательно очень долго готовились обосновывали и согласовывали свои предложения механизмы по переселению с николанчем меркушкиным правительство нас поддержала министерство строительства самарской области как куратор этого проекта согласовала параметры и механизм расселения собственно говоря такая серьезная задача была возложена самарский областного фонда жилья то есть и дальше потом все самое сложное это как раз и началось а с гражданами пришлось общаться да мы надо четко понимать что исторический центр вот эти дома которые сегодня в большинстве своем не отвечают современным требованиям жилья имеют высочайшую степень концентрации прав владения на единицу площади земельного участка как муравейники на абсолютно верно и в одной квартире и в одной комнате это могут быть и муниципальные квартиры и часть собственности вообще разные формы собственность абсолютно верно а по более того это мы говорим только в отношении квадратных жилых метров учитывая что там велась свое время хаотичная застройка там приросли подъездики приросли нежилые помещения хозяйственно бытовые пристроя которые так или иначе кто-то успел а кто-то не успел или в процессе оформления какие-то еще бумажки на них получил абсолютно верно это тоже наложило свой отпечаток на процесс переселения мы это все должно были так или иначе учитывать по контингенту людей там проживающих это это самарцы это такие же люди как мы с вами единственное что специфика заключается в том что они все-таки приспособили жить как вот в маленьком поселке и деревне но город наш развивается мы не можем скажем так в в облаго интереса маленькой группе людей сдерживать развитие целого города и который по сути ты особенно эта часть в ресторане все равно что-то мере как бы им не хотелось менять надо надо вот и это мы тоже учли и поэтому с особым вниманием подходили к интересам людей я слышал обходили чуть ли не лично 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 каждого общались все фамилии все на слуху все приблизительно человек там проживает вот в первом первый этап хотя бы вот первый квартал это почти четыре тысячи квадратных метров жилья но как мы как правило когда мы около двух тысяч человек на как минимум чуть больше 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 да потому что мы это привыкли считать что в обыкновенном новом микрорайоне жилой застройки на человека приходится от 50 от 45 до 55 метров квадратных жилья то в данном случае от 8 до 15 вот можете представить количество людей количество семей более того все они работают они ходят в школу дети ходят в детские сады и они приписаны к поликлиникам которые расположены непосредственной близости мы их называем так называть социокультурной связи и их мы тоже обязаны были сохранить и в этой связи первый этап понятно что нового жилья в таком объеме мы еще не имели в центре города и и здесь нас правительство поддержало первый этап должен был быть вот таким вот ответственным с точки зрения и финансовых затрат и соблюдение интересов граждан я вот понимаю ведь не каждый еще соглашался вот вы приходите и говорите здесь все будет реконструировать жить здесь сейчас будет невозможно вам нужно съехать кто-то соглашается кто-то ведь говорит делайте что хотите никуда отсюда не поеду я здесь вырос и стены мне родные я думаю что большинство абсолютное большинство я здесь нисколько не преувеличиваю абсолютно большинство людей которые там проживают согласно поменять жилье потому что ветхое старое жилье не переехать леонид не переехать вообще а поменять жилье это жилищные условия которые сегодня там есть поверьте они далеки от нормативных не достойных канализационных сетей электричество с перебоями тепло каждый индивидуально решает эту проблему и в этой связи с точки зрения инфраструктурного обеспечения эта часть города так или иначе требует модернизации обновления я сейчас не говорю про архитектуру и про то как это должно выглядеть как столица нашего региона и здесь мы исходили из ряда ключевых позиций первое мы предоставляли жилье по согласованию с переселяемой семьей мы никого не выселяли мы никому не выдавались денежные средства на руки каждый получал ключи от квартиры с квартиры на квартиру предоставляли если у человека было две-три комнаты мы не могли предоставить меньшее количество комнат мы не могли предоставить меньшее количество квадратных метров вы сходили из постановления города по предоставлению минимальной соцнормы. Минимум 14 метров на человека. Есть семьи, в которых на единицу площади, на двухкомнатную квартиру зарегистрированных реальных жителей 13 человек. Я посмотрел, там 27 человек в одной квартире. В одной есть 27 человек. Тяжелый случай. Но есть моменты действительно объективные. Семьи размножались, молодцы, росли, но не имели возможности разъехаться и приобрести новую квартиру. А есть вещи чисто спекулятивного характера. Та квартира, о которой вы говорите, 27 человек, у всех зарегистрирована по одному квадратному метру жилья. То есть коллеги подготовились. Практически мошенничество. Можно назвать это такими словами. Никто не обвинит, надеюсь, меня. Процедура была соблюдена. Процедура действительно была соблюдена. Все они поделили эти доли, зарегистрировали, выделили ее в установленном порядке законом. Но сегодня мы имеем действительно тяжелую ситуацию. Мы такие варианты пока оставляем на чуть-чуть попозже. На прошлое решить. Да. А в целом надо все-таки отметить, что абсолютное большинство граждан откликнулось на это и переселялись в близлежащие дома, близлежащие в этом же, в пределах одного района. Были семьи, которые дружно собирались целыми домами и переезжали либо в Южный город, либо в Кошелев проект. Вот я почему спросил, потому что я знаю, что в Южный город действительно отселялись в Кошелев. И я даже слышал, что некоторые писали что-то вроде письма, прося отселить себя. Вот они сдружились между собой, 30-40 больше лет вместе прожили и хотят и переехать куда-то вот таким же социумом. Вы знаете, каждая семья – это отдельная история. Допустим, вспоминаю одну гражданку, она учительница. У нее есть подруга, которая живет в Управленческом. Вот она всегда хотела жить поближе, потому что очень тяжело им добираться друг до друга. Говорит, переселяйте меня. Вот буквально в соседнем доме туда и переселилась. Ну, подарок ей сделали. Понятно. Хорошо, вот сейчас мы видим на экране кадры, вот как раз как выглядеть будет вот этот вот ваш новый район. Конечно, разница довольно-таки большая. Леонид, картинки – это наше предложение, потому что мы все-таки должны понимать, что то вливание, тот первый серьезный шаг финансовый, который при поддержке правительства был сделан с точки зрения первого этапа переселения, подведения коммуникаций, он не может длиться постоянно. Нельзя на все пять кварталов выделить столько средств. Это неимоверное количество средств бюджетных. Поэтому вот этот первый, запустить этот механизм, необходимы были первые бюджетные инвестиции. Дальше задача стоит за нами сложная, но реальная. Мы должны привлечь средства инвесторов, в том числе свои средства, с тем, чтобы этот маховик запустить, переселяя и обновляя следующие кварталы. Под механизмом еще предполагается деление на лоты каждого квартала. И здесь каждый инвестор вправе решать, как это будет выглядеть. Рамки этой концепции архитектурно-планировочной мы будем задавать. И очень жестко. Потому что все-таки должно быть, с одной стороны, должно быть современное жилье, современные офисы. Но с другой стороны, они должны портить картину. Они должны вписываться. И соответствовать. Надо воссоздать ту купеческую Самару, но в современном виде. И здесь мы не можем просто ограничивать инвесторов. Судя по тому, что предлагаете, получилось. Теперь главное, чтобы когда будет поставлена окончательная точка, чтобы это соответствовало тому, что предлагалось. Вот так вот. Хорошо. Вот такой вопрос. Были же наверняка и такие граждане, которые наотрез отказывались переезжать. Да, да. Что механизм переселения граждан из пятнозастройки предполагает их сохранение места жительства в этом же квартале. Но в этой связи нам нужно было освободить первые лоты, которые можно уже застраивать. Чтобы движение какое-то хотелось. И эти люди, которые наотрез отказываются переселять, мы им будем предлагать жить в пяти метрах от их дома. И такие первые дома мы будем возводить уже в конце этого. Это очень оптимистично в начале следующего года. Вот смотрите, сколько всего жителей получается у нас переезжают, переселяются, сколько освобождали. В метрах называть не будем, потому что это сложно. Смотрите, около 4-х, 3950 метров жилья, того жилья в том состоянии, это в первом квартале. В границах улицы Садовая, Самарская, Красноармейская или Толстого. Могу точно сказать, что процентов 85, чуть больше. Переехали. Переехали. Физически они, мы в зимний сезон не стали людей оттуда выгонять. Я почему спросил, извините, перебиваю, потому что, насколько я помню цифры, которые мне попадались, количество отселяемых и количество людей, которые, предполагается, будут жить, оно разное. Я думаю, что процентов 5 сохранится свое место жительства именно в этом квартале. Я не про людей. Я имею в виду, что переселяете или отселяете около, допустим, двух тысяч человек, а дома после реконструкции там смогут проживать, по-моему, около 4-х или 5-ти тысяч человек. А, соотношение пропорций в 2,5-3 раза больше. Больше. Вот я вот к этому. Мы четко уверены в том, что с точки зрения градостроительной наш центр не уплотнен. Поверьте, там резерва для создания не только жилья, но и административных зданий гораздо больше. И в этой связи надо обновлять наш центр, конечно. Спасибо большое. Очень интересно было бы посмотреть, не только мне, думаю, и всем телезрителям, как это окончательно будет выглядеть. Но мы дождемся окончания строительства. И, я не знаю, впор хоть экскурсии организовывать. Спасибо вам большое. Ждем продолжения. Главное, чтобы как можно меньше у вас было с этим проблем. Спасибо жителям у нас сознательно, насколько я понимаю. Так что все получилось. Большинство-то. Да. Спасибо, Леонид. Спасибо. Единственное, что я напоминаю, есть еще и радиоверсия программы. Так что всегда можно и прослушать, о чем говорят, в эфире Самарского губернского радио 21.00. До свидания. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова